Добрый день, уважаемые друзья! Канун Нового года во Всемирном клубе Одесситов традиционно знаменуется выставкой наших талантливых, замечательных художников, которые уже третий год подряд в конце декабря на Рождество освещают нашу галерею Всемирного клуба Одесситов. И одновременно вечно в город своим удивительным творчеством. Станислав Зайцев и Нина Федорова это талантливейшие художники. О них подробно расскажут член Всемирного клуба Одесситов, журналист, искусствовед, коллекционер, автор и ведущий передачи «Вдеология на Нежинской», почетный член джаз-клуба ВКО, я остановлюсь на представлении, Феликс Давыдович Ковка, пожалуйста. Знаете, честно, иногда с опаской открываешь книгу, где жена представляет мужа. Честно говорю, ну, честно говоря, это так, фигура речи для того, чтобы вас развеселить. Я был уверен, что Нина и Слава не только пишут друг о друге, они думают друг о друге. Они работают 50 лет. А я буду уже себе смело сказать, что я помню, я так сказать, Кастанья с женой, но я ничего не скажу. Но Синицкого с женой я помню. Я помню Шилюта с женой. Я помню более близких наших уже по времени. Славочка знает две дни между женой. Я помню Витю, знаю Витю, слава Богу, с Людочкой. Ну, в чем Людочку пробегала, и Володя Кристофенко. Людочка пробегала, и это было книночки. А Володя Кристофенко, мало кто, к сожалению, о нем сейчас вспоминает. Это был человек, ну, слава Богу, это был человек в хорошем смысле этого слова, отличный от одесской художественной формации. Он внес в себе какую-то русскость еще тех интеллигентных, европейскость всех. А на самом деле был одесситом, прекрасным человеком. А Людочкины работы достойны были, мне кажется, в музее. Если в Володине работы для меня имели значение, связанные с текстом всего разговора, Людочка была и остается непревознененным мастером керамики. Что я еще хочу сказать, что редко, вот только что мы говорили с Валой, чтобы выбрать с Оксаной несколько иллюстраций для легкого впечатления. И я несколько раз попадал по пальцам, я не мог понять, что редко, что родиночки, но что вы сказали. И они сами, наверное, уже не помнят. Главное вот что, что Кирилл Везлова имеет такую жену, как Нина, и такого же все равно, как Подгородинская. Я не буду говорить о других, это замечательно. Это замечательно. Да, это замечательно, но Подгородинский, мало кто знает, что это один из классиков современного отечественного театра, музыкального театра, с ним связаны легендарные рок-постановки театров, копиреты, и Слава удивительным образом составил этот тандель. Выставка доставляет мне огромное удовольствие. Не скрою, что выставка с котами была мне близко. Я очень жалею, что бы не нашелся даже не меценат, а коммерсант, который вложил бы деньги и сдал бы этот дивный кошачий календарь. Если посмотреть на дивный кошачий календарь, то сегодня Рождество по западному стилю, там я, пожилой человек, привык смотреть. Но оказалось, что Рождество не по нашему стилю. Потом будет еще на Рождество. Я думаю, что у нас и доброй воли каждый день Рождество. Поэтому я с удовольствием. А, вот еще. Когда я думаю о театре Атель-Арте, вообще в итальянской травматургии, я вспоминаю Труфальдзинов из Бергамо. Открываю эту книгу и в конце вижу, что художник, который из страны, итальянский режиссер, который представляет наших друзей, его фамилия Бергамо. В этом и вижу хороший знак. И считаю, что вы открыли эту выставку. Спасибо. Я думаю, что вы должны спеть обязательно. Дуэль. Я вам еще пару слов. Дуэль. Значит, что на этой выставке? Это уже наша четвертая выставка в этих минутных залах, благодаря всемирному поводу света. И на этой выставке, в отличие от предыдущих, которые были объединены одной темой, здесь идет небольшая серия разных таких серий. Где пять, где пять. То есть несколько тем, которые вот здесь представлены. Есть серии, которые только мои, но большинство это, которые совместно, это у нас уже как правило поведут, созданы тандеми. Да, с ними. Вот. Кто может отмечить, не знаю. О, если не удалось. Эликс не мог. По крайней мере, я предварился. Да. И вместе с тем мы презентуем вот альбом небольшой, который мы выпустили с моими работами. Чем он примечателен мне кажется? Это тем, что здесь собраны работы, которые никто, в принципе, не видит. Это моя графика, которая никогда не выставлялась на выставках разных лет. Лет за 45. Да. Это эскизы костюмов, которые я когда-то делал как художественную костюм. И плокаты, которые, как правило, появляются у нас на улицах и потом быстро исчезают. Ну, это где-то только тереть плокатов, которые были созданы для многих годов. Вот. Эликс уже получился. И вот это наш подарок всемирному клубу Одесситов. И вот такая вот архитектурная фантазия. Слава, ребята, я хочу напомнить, что у Славы есть прекрасная станковая графика. У нас хранится дома потрясающий натюрморт. Это кастюля и сковорода. Это живопись. Ну, это живопись. Такая тонкая, что прекрасная работа. Если бы он продолжал работать в этом стиле, он бы стал достаточно известным живописцем. По крайней мере, работа занимает почетное место. Ну, я делаю на себя вводить. Спасибо. Я хочу сказать слово благодарности этому дому, Книгу Одесситов, где мы уже делаем медную выставку, как бы совместно с презентацией наших альбомов. Здесь дизайнер Леонид Ямрос, работа которого вот эта и еще четырех альбомов, которые были сделаны. Вот как-то это спонтанно возникали идеи. И очень интересно работалось с Ямросом над этими проектами. Он замечательный дизайнер, замечательный человек. И его всегда можно хорошо увидеть, потому что он больше всего. Ну, сегодня мы хотели презентовать отдел искусства библиотеки. Танечка Щурова. Потом историко-граеведческий, никого нету, да? Музей и литературный музей тоже. Это легорская работа. Это легорская работа.